Так называемые российские миротворцы превратили Лачинский коридор в проходной двор. Неоднократно уже поступала информация от различных журналистов, в том числе и с армянской стороны, о том, что через блокпосты российских миротворцев в Лачине армяне спокойно провозят оружие. Известны факты, когда обычный гражданский автомобиль, в котором на пассажирском сидении спереди лежит автомат Калашникова, спокойно проезжал через блокпост МС России после того, как у водителя всего лишь проверили документы. Неудивительно, что вчера была устроена провокация со стороны армян. Данная террористическая группировка попала в Карабах как раз через Лачинский коридор, который контролируется МС России. Результатом этих авантюрных действий стала гибель шестерых армянских вооруженных людей в Хаджавенском районе. С азербайджанской стороны убит один и ранен один солдат. Раненый доставлен в госпиталь, будет жить, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. Баку предполагает, что нападавшие были армянскими военнослужащими, не покинувшими регион после заключения заявления о прекращении огня. 27 декабря около 15.30 незаконная армянская вооруженная группировка или оставшаяся на территории отряд из шести остатков армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделение азербайджанской армии в направлении села Ахдам Хаджавенского района. В результате нападения погиб военнослужащий азербайджанской армии еще один солдат ранения. В результате предпринятых действий все шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены. Если подобный случай повторится, азербайджанская армия примет решительные меры, говорится в сообщении оборонного ведомства. По неофициальным данным становится понятно, что азербайджанский спецназ провел контртеррористическую операцию, уничтожена вся нападавшая группа, шесть из шести. В сети также сообщают о пленении шести армян. Но в заявлении Эму Азербайджана о пленных не говорится. В случае повторения подобных действий азербайджанская армия примет самые жесткие ответные меры, предупреждает Эму Азербайджана. В заявлении председателя партии Народного фронта Али Керимли содержится напоминание о его предупреждениях по поводу военной угрозы на Гадрут и Шушу и помощи российских миротворцев армянским террористам. Керимли призывает отказаться от миротворцев. Наша армия сама способна наказать убийц азербайджанского солдата. Нет сомнений в том, что если российская армия выйдет из Карабаха или сосредоточится только на раздаче досок, азербайджанская армия покончит с терроризмом в течение одной-двух недель. Окончательно и жестко, на радость желающим жить в мире армянам и азербайджанцам. С призывом Керимли солидарны все азербайджанцы, оставившие отзывы в социальной сети. Они напоминают о сообщении двудневной давности про две армянские военные колонны, проследовавшие в Карабах из Армении по Горийской дороге, на которой проверки наличия оружия осуществляют так называемые российские миротворцы. В корреспонденции российского журналиста отмечается, как эти проверки проходят. Русский солдат видит автомат на пассажирском сидении, спрашивает, есть ли на него регистрация и отпускает машину с боевым оружием. Московская ТВ без устали показывает кадры передачи армянам в Карабахе строительных досок и перечисляет количество обезвреженных мин. Надо бы Москве открыто отчитываться и о пропущенных в регион вооруженных людях из Армении, а может и оснащение их российским оружием где-нибудь в Ханкинди. Чего стесняться, если это оружие скоро начинает стрелять? Море реваншистских призывов в Армении и Диаспоре обретают материальное воплощение в виде новых поступлений двухсотых армян, взявших в руки оружие. Итог боя в Гадруте мог бы образумить этих людей, но плохо, что идеологическая подпитка таких терактов поступает и от кремлевской верхушки. Вот что значит договариваться с русскими.